Около трех тысяч кокшеталовских семей получат денежную помощь в размере 50 тысяч тенге из общественного фонда Басбергемес. Это многодетные, малообеспеченные семьи и другие категории граждан, которым сейчас труднее всего. Республиканскую акцию активно поддерживают местные предприниматели. О добрых делах расскажет Индира Тихжанова. Розы от тети Розы доставили в Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер. Именно так, пожелавшая остаться за кадром, бизнесвумен выразила свою благодарность врачам и медсестрам самого опасного сейчас отделения – инфекционного. Жизни зараженных здесь спасает 28 медработников, 90% из них – женщины. Цветы в знак поддержки от кокшеталовской предпринимательницы получили и 8 пациенток отделения. Не целуемся, не касаемся, все правильно, кармавирус. А в этом кафе каждый день готовят бесплатные горячие обеды для 135 одиноких пенсионеров. Благотворительный проект казахстанского мецената Гаджи Гаджиева охватил несколько городов, в том числе и Кокшетау. Инициативу поддержала социальный предприниматель Елена Мощинская. Сегодня мы готовим суп с клетками, винегрет, манты. Это все будет отправляться на блокпосты одиноким пенсионерам и работникам экспертизы лаборатории нашей службы, которая стоит на страже нашего здоровья. На таком проекте никто не зарабатывает, сами понимаете, Индира. Потому что сегодня здесь стоит в первую очередь, наверное, отношение к своему городу, отношение к людям, те, которые несут службу. Горячие обеды пожилым развозят курьеры из числа волонтеров. Каждый день с ними проводится инструктаж, выдаются необходимые средства защиты. Наше нелегкое время, когда им нельзя выходить на улицу, и многим очень тяжело, кто-то вообще один и нет помощи, никакой поддержки, это очень страшно. Мы стараемся каждый день развести им горячее питание, они нас ждут. В этих коробках все самое нужное – продукты, маски, дезинфицирующие средства. Наборы тоже предназначены для самых уязвимых категорий – одиноких пенсионеров, многодетных, людей с особыми потребностями. Каждый день их развозят по адресам. В целом, режим ЧП, он показал, насколько мы едины. Едины. Сегодня все члены партии, это руководители предприятий различных отраслей, да, они все объединились в этот сложный период для нашего народа. Сегодня каждый оказывает свою посильную помощь. Более двух тысяч акмолинских семей уже получили продуктовые наборы. Список будет расширен, так что мобильные бригады из числа волонтеров работать планируют все дни карантина. Индира Тикжанова, Евгений Шенкаренко, Кукшетау, Хабар, 24.